Можно поиграть. Смотрите, я первая сторона, я юрист управляющей компании. Я вам говорю, вот это подделка, вот это ни о чем вообще, я документом не считаю. И все. Значит, вам нужно вовремя в суде сказать, что, уважаемый суд, прошу назначить экстративу. Да, вы, конечно, заплатите за экстративу, за хорошую, но проигравшая сторона по закону компенсирует полностью вред. Почему это важно? Потому что, чем больше заплатит виновник, тем лучше он будет думать дальше, а надо ли ему так поступать. Если он вам заплатит, вот у нас простой пример есть. Подробителька экстратива. Пошли люди в заболный магазин, купили сапоги женские, поносили их две недели, они развалились. Приходят, как положено, в магазин, они сломались. Они говорят, хорошо, мы сейчас экстратива сделаем, если наша вина, мы сразу бездец идем. Естественно, торговая палата относится к торговой палате, там другой подход немножко. В торговой палате получается результат, что человек сломал сапоги хорошие, неправильно носил, ноги не туда стоят. Ну, да, все плохо. И человеку говорят, вот видите, сапоги вы сами сломали, экстратива денег стоит. Небольших, но стоит. Теперь вы нам за экстративу дайте деньги, и залейте ваши сапоги, и идите дальше, куда хотите. Значит, судебно начинает экстратива к нам. Ну, и начинаем с того, что это за товар, как он попал на территорию СССР. И на этом все заканчивается. Дальше мы можем лабораторно сделать, молекулярно разложить эти сапоги, мы можем его в хроматограф загнать и посмотреть, что там. Но мы уже знаем, из чего они сделаны, и что их сделать. То есть на любой товар, качественный, тем более импортный, существует паспорта, существует процедура прохождения таможенного контроля, и все, если этих документов не предоставлено, все. Это, ну, вообще, взрывавшаяся бомба. К нам прибегают люди с угрозами, с попыткой купить другое решение, с сильными угрозами приезжают. Они говорят, я владелец 20 магазинов, вы мне принесите официальные злые. Я говорю, в суд, пожалуйста, вы не согласны с этим нашим решением? Делайте другое заключение, и все. Мы готовы в арбитраже, вы оставите в своем уме. Не идут никто отсюда, никто еще ни один не пошел. Но, тем не менее, очень сильно возмущается, что, значит, так быть, им это не нравится. То есть они привыкли с таких 90-х годов вот так работать, и они считают, что они правы. Если они где-то кого-то купили, так же и здесь. Я немножко отвлекся, конечно. Доказать нужно факт железно. Железно доказанный факт для суда является судебная экспертиза. Сделанная досудебная экспертиза, это как иной вид доказательств. Он может быть приобщен, но это не является для суда экспертизой. Поэтому совет такой, собираете все документы, включая свидетелей, которые у вас есть, и выходите, инициируете их градусов. Это для иници... ну, чтобы инициировать их. Дальше, чтобы доказать, этого не хватит однозначно. То есть любой вот такой документ, его можно в суде нормальным юристам в ничто превратить. Поэтому... а судебную экспертизу очень трудно расшатать. Там нужно... или эксперт, чтобы умышленно допустил, что быть не может в нормальной экспертизе, потому что он под уголовной ответственностью. Поскольку он умышленно и сделает неправильно, у него вплоть до тюремного троха. Поэтому... Приблизительно, сколько для человека будет такая... Что-то дорого. Ну, надо конкретно вашу ситуацию посмотреть. Просто надо воткнуть в резетку и пытать... Понимаете, да, есть порядок разной проведения экспертизы. Есть наблюдение за сетью и выставление счета за 3 года или, может быть, 10 лет той компании, которая вам давала 190-й розетку все время. Нет, это только в памяти лет. Вы так думаете. На самом деле, если зимой к вам прийти, воткнуть в розетку прибор и поставить его на круглосуточное наблюдение, вы увидите, насколько вы много денег ему заплатили. То есть переплатили ужасно много. Я у себя дома это сделал, зная, что вроде бы так, ну, 200-10 вольт у меня есть. Не тут-то было, оказалось, средняя 180-180 вольт. То есть это уже по нормативу, не дадите никуда.